Вы скучный? Когда вы говорите с людьми, то они начинают засыпать? Господа, реальность заключается в том, что большинство людей скучные. Но это не должно быть так. Сегодня мы узнаем, как преодолеть этот момент и перейти от скучного к невероятно интересному спикеру. Сегодня я хочу вас познакомить с моим другом Томасом Франком. Эта речь была записана на моем мероприятии Manfluential 2018. Я и Аарон Марина организовываем его каждый год. И сегодняшний топик – это как перестать быть скучным и стать интересным. Кому из вас нравится Билл Найс? Да, хорошо. Есть тысячи ученых, которые публикуют свои диссертации, и все они хотели бы, чтобы как можно больше людей читало их работы. Только вот проблема в том, что их диссертации очень скучные. Я знаю, это не понаслышке, так как мне приходится их часто читать для своих видео. Но несмотря на это, всем нравится Билл Най и Нил Дегрос Тайсон. Всем нравится слушать документальные лекции Дэвида Аттенбера. Эти люди – выдающиеся ученые, просветители мира, потому что они знают, что их энтузиазм и страсть к тому, что они делают, взращивает новое поколение ученых. У вас не получится заинтересовать людей, если вы начнете объяснять разницу температуры в разных пластах льда, показывая кучу разных таблиц и графиков. Потому что надо показать что-то зрелищное, как белую акулу на охоте или сделать крутую озвучку, что-то, что взорвет мозг, и это должно быть с энтузиазмом. Моё любимое кулинарное шоу – это Гуд Итс с Альтен Брауном. Он просто фанат своего дела и прикрепляет это все научными знаниями. У вас есть две опции, когда речь заходит о вашем энтузиазме. Вам не надо быть энтузиастом, если люди приходят к вам и их интересует ваша тема выступления. Или, скажем, вы можете использовать ваши навыки, чтобы применить страсть к тому, что вы делаете, задействовать ваш энтузиазм, чтобы заинтересовать людей. И когда вы так делаете, вы увеличиваете вашу потенциальную аудиторию экспоненциально. Я вчера общался с Майком. Он хочет создать канал для 30-летних программистов, чтобы помочь им развить навыки общения, так? Я обещал, что не буду о тебе говорить, но не удержался. Я ему сказал, 30-летние программисты, возможно, будут твоей золотой аудиторией. У них есть деньги, и они будут покупать твои продукты. Но разве 20-летнему студенту не интересно, как он может общаться с девчонками? Разве 29-летняя мама-одиночка не хочет знать, как быть более уверенной в себе, когда она появляется на публике? Делай такие видео, которые понравятся всем. Посмотри на Тони Роббинса. Он делает большую часть своей прибыли, продавая билеты на свои эксклюзивные мероприятия, о которых многие даже не слышали, потому что это самая последняя стадия его воронки. И его нет на Ти-Ви, и он не пишет книги о том, как заработать 10 миллионов, если уже вы зарабатываете 8. Он пишет о том, почему ходьба по углям сделает вас более уверенным в себе, но, возможно, вы сожжете себе пятки. Или как крепче спать. Я не знаю точно, я небольшой его фанат, но я знаю, что он вещает на большую аудиторию. И делая это, он привлекает большое количество людей на верхушку своей воронки, и таким образом у него получается привести необходимую аудиторию туда, куда он этого хочет. Поэтому будьте энтузиастами, вещайте на большую аудиторию, и вместе с вашими клиентами вы получите еще и много других людей. На этом слайде Скотт Нисвендер. Это отличный пример. Скотт создает комиксы. Комиксы — это ведь самая крутая штука в мире. Кто может не любить комиксы? Но многим людям абсолютно все равно. Поэтому надо быть энтузиастом и не сдаваться. Третий принцип — это стать интересной личностью. Этот совет отлично подходит для тех, кто является лицом компании. Я знаю многих людей, которые хотят создавать контент и оставаться за кулисами, и они хотят, чтобы люди следовали за ними только при помощи качественных поступков, которые они совершают. Это вполне нормально. Я усвоил одну вещь. Если вы знаете, как использовать обаяние, тогда вам будет гораздо легче отвлечь вашу аудиторию от проблем, мыслей или того, что вы им рассказываете, и привлечь их внимание к чему угодно, потому что вы увлечены этим. Это, конечно, становится возможным благодаря энтузиазму, который идет от вас, но также благодаря харизме. Это можно сделать благодаря вашему профилю в Инстаграме или рассказывая истории из жизни. Один из моих любимых ютуберов — это Питер МакКиннен. Питер обучает тому, как делать хорошее видео. Уроки по тому, как снимать, как выбирать аппаратуру. Он показывает, как в программе сделать светокоррекцию, как сделать лучший звук. По правде говоря, на ютубе есть много других каналов, которые обучают этому же, но ни у кого из них не получилось набрать такую большую аудиторию за такой короткий срок. Я сделал этот скриншот, когда у него было около 1,7 миллионов подписчиков. Поправьте меня, если я не прав, но я не встречал никого на ютубе, который бы создавал обучающие видеоролики и имел хотя бы миллион подписчиков. Это ведь узкая ниша. Я всегда говорил, что есть 5% создателей контента и 95% потребителей контента. Поэтому, если вы делаете уроки по созданию контента, то у вас очень ограниченная аудитория. И Питер — это исключение. Его аудитория растет экспоненциально, потому что он не просто делает уроки по тому, как создать лучший цвет или как правильно пользоваться камерой. Он также публикует видео о своей жизни, показывает свои интересы, о том, как он летит в Арктику, чтобы сделать фотографии, или о том, как он летит на острова в океане, чтобы поснимать дроном. И он об этом рассказывает, как Кейси Найстет. Он использует крутые киношные съемки, чтобы рассказывать о своей жизни. Как результат, он интересен. Получается так, что новое видео Питера про размытые движения панорамой, камерой, 120 кадров в секунду, которой у меня нет. Но я все равно смотрю его, потому что это интересно, и я научусь чему-то новому. Хорошо. Четвертый принцип — будьте веселым. Хочу поговорить об одном видео, которое я сделал несколько месяцев назад. Большинство моих видео в среднем набирает 120-200 тысяч просмотров. Но я сделал это видео. Почему ты всегда уставший? Во многих своих видео у меня нет времени, чтобы работать со скриптом. Я просто пишу список на своем планшете и смотрю на него, и говорю, что в голову приходит прямо на камеру. До тех пор, пока мне не понравится. Но в этом видео я сделал полный сценарий, так как в нем было много научных исследований о здоровье, и я хотел, чтобы все было верно. Так что я написал сценарий, слово за словом. Но перед тем, как записать, я потратил еще несколько часов, чтобы все подкорректировать и вставить шутки. Это отразилось на времени просмотра и сохранении аудитории. Показатель просто замечательный. У него 1,3 миллиона просмотров уже. Это самое успешное видео за последние несколько месяцев. Наверное, мне надо делать так чаще. Так что, когда я говорю о том, что надо быть веселым, я вспоминаю выражение одного писателя, которое я запомнил на всю жизнь. Пусть у нас будет так много шуток, чтобы мы половину могли выкинуть. Вам не надо иметь по шутке в каждой строчке вашего сценария. Но я хочу, чтобы вы запомнили это выражение, когда будете работать над своей обучающей программой про частоты и волны. О том, как завязать галстук и так далее. Вы, скорее всего, скажете, «Да на эту тему не может быть шуток». Так что это не сработает. Если вы подумаете об этом выражении и примените его принцип каждой строки сценария, то у вас получится найти способ быть более веселым и таким образом удерживать свою аудиторию дольше. Вот еще один пример. Как-то давно я сделал видео про гидротацию. Я хотел, чтобы это было окончательное видео про гидротацию, так как меня задолбали все остальные, которые говорили, что надо пить по 8 стаканов воды. И мне хотелось понять, сколько на самом деле мне надо пить. На это ушла неделя исследований. И один из способов понять, что у вас все нормально с гидротацией, это посмотреть на цвет мочи. И тогда я задумался, как это сделать забавным, не опускаясь до унитазного юмора. Должен быть выход. Так я пришел к тому, что один из моих руков оказался, «Оу, если вы помочились синим цветом, то должно быть вы прошли государственный эксперимент». И дальше на трех кадрах видео, если вы остановили в нужный момент, вы могли поймать это глупое послание. С отсылкой на фильм «Иксмен» и шутками про Гуччи Гэнг. Потому что я странный парень, и я не буду этого отрицать. При этом моя аудитория подумала, что это забавно. И многие поймали этот кадр, остановились, и даже есть несколько комментариев, в которых люди просто переписали этот текст в комментарии. Вот вам пример, как сделать шутку про что-то, где вы думаете, что это просто невозможно. Есть одна книга «Секреты комедии». Автор Мелвин Хеллидзер. Он разделяет комедию на шесть разных факторов, которые он называет «фриз». Каждая шутка, над которой вы когда-либо смеялись, имеет один или несколько из этих элементов. Цель, враждебность, реализм, преувеличение, эмоции, неожиданность. И если вернуться к этому слайду, то это неожиданность. Весь такой справочный юмор построен на элементе неожиданности, так как никто не ожидает услышать об Испанской Инквизиции или о том, что вы прошли государственный эксперимент. Или отсылку к X-Men в вашем слайде про цвета урины. А также никто не ожидает отсылку к Гуччи Гэнг в вашем слайде про X-Men. Я использовал этот стиль, отсылки одного к другому, и затем еще, потому что у меня в этом есть талант. Вы можете использовать одну отсылку, но неожиданность должна быть очень разносторонней. Весь юмор на основе к отсылкам построен на элементе неожиданности, и люди любят это, потому что вы соединяете топик, в котором говорите, с чем-то, что им уже нравится. Я делал отсылку в IT в видео про многозадачность. На самом деле, между этими двумя вещами не так много связи. Но если вы стараетесь, то можете найти связь всегда, и вам в помощь эти шесть элементов, чтобы их найти. Итак, последний принцип – пользуйтесь преимуществом вашей среды. Будь то видео, подкаст или выступление со сцены. Я вызывал несколько людей сюда, и это преимущество выступления на сцене. Мы все знаем ютуб-блогеров и ораторов, которые обладают харизмой. Аарон Марина, у него замечательная харизма. Ты ведь делаешь очень мало видеомонтажа, просто вырезаешь лишнее. Но это работает, потому что Аарон сам по себе харизматичный. Двигается в кадре, у него сильная энергетика. Мы все знаем, как это работает. Ведь так? Господа, если вы хотите впечатлить эту жгучую даму, то вам нужны отмороженные советы. Мой первый совет по стилю. Это мой первый совет по стилю. Я призываю вас работать над этим. То, что я сейчас делаю, для меня сложно. Десять лет назад я бы тут весь дрожал, как лист. Так что работайте над этим. И вы делаете это, создавая новое видео. Но вы также можете работать над этим, пользуясь преимуществами вашей среды. У меня нет такой харизмы, как у Аарона, сколько бы я ни старался. У меня ее просто нет. Мое секретное оружие – это монтаж. У меня есть способы, как при помощи постпродакшена моих видео, сделать их намного забавнее для просмотра. При помощи юмора, конечно. Но также из-за главных слайдов, где я использую крутые шрифты. Также я использую B-Roll, где я говорил про свой планшет. Я сделал красивый снимок растения, используя глубину линзы. Потому что я считаю, что детали, контраст и цвет имеют значение. И это круто выглядело. Гораздо лучше, чем целый день смотреть на мое лицо. Я также сделал аппаратуру для съемок, где у меня были 4 света со специальными боксами. Я их купил за 100 долларов в магазине. Я могу вставить теперь туда мою камеру и снимать все, что угодно, показывая это прямо как на картинке. Так что я могу сейчас делать красивые задние планы, всяческие анимации и многое другое, если кто из вас смотрел Асаб Сайенс. 5 или 6 миллионов подписчиков, когда я последний раз смотрел. Все, что они делают – это анимации на белой доске. Это не требует почти никаких знаний компьютера, чтобы делать эти видео. Они просто рисуют, а затем делают видео из этого. Или я еще делаю такие штуки, как анимирую цитаты. Так что каждый раз, когда мне надо цитировать кого-то, я просто делаю снимок с моего планшета. Каждый раз есть возможность научиться чему-то новому. Поставить крутую картинку мозга, накинуть сверху крутой фильтр, чтобы она выглядела как голограмма. Существует тысячи способов, как вы можете преобразить свою презентацию вне зависимости от среды. Если вы подкастер, вы скажете «Том, я не могу использовать все это, люди даже не видят меня на подкасте, как я могу это делать?» Рекомендую послушать «Стартап». Послушайте 99% «Инвизибл». Они используют преимущества своей среды. Если вы их послушаете, то заметите, как они используют студийные записи. Также записи с улиц, сирены или звуки людей. Невероятную музыку, которая переходит от сегмента к сегменту. Все потому, что они тратят время и силы, чтобы сделать все эти вещи. Эти подкасты очень популярны. Если вы писатель... Я сам начинал как писатель. Мой первый блог был таким, ну, знаете, как тетрадь в школе. Параграф за параграфом, небольшой отступ, но никаких разделительных линий. И я все ждал, чтобы люди читали это. Затем я начал читать своего друга Стива, Нерд Фитнес. И тогда я заметил, оу, заголовки. О, а это списки. Курсивный текст, жирный текст, забавные картинки с Лего и многое другое. Он сделал мультимедийное пространство, где не просто текст. Там есть много других элементов, которые привлекают мое внимание и удерживают меня читать дальше и дальше. Всю статью. А там иногда бывало по пять тысяч слов. Сейчас я сам пишу такие толстые статьи, и в них я использую те же самые элементы, потому что знаю, что это будет вовлекать людей. Если вы спикер, вовлекайте свою аудиторию. Подготовьте красивые слайды и вставьте в них шутки. Даже иногда можете использовать реквизиты. Главное, пользуйтесь тем, что вам может предоставить среда, в которой вы находитесь, чтобы стать лучше. Не надо использовать все, но что-то вы должны все-таки делать.